Всем привет! Сегодня у нас на обзоре буфет Мандарин. Находится довольно удаленно в Паттайе. Сейчас заценим, что там внутри. Буфет Мандарин в Паттайе. От 200 бат идет буфет. В принципе, здесь есть различная курица, картошка фри, какие-то непонятные куски мяса и какие-то паровые булочки. Также мороженое входит безлимитное и армуз. За 300 бат уже идет более интересное мясо. Всякие крабовые палочки, креветки, какая-то рыба белая. И за 400 бат уже идет более интересное мясо, лосось, утка по-пекински. Тариф ГОЛД. В него входят рыба, креветки и мясо. Нам дали такой ЧАН. На выбор два варианта. Здесь у нас ТОМЬЯ, второй непонятная с чем. Сейчас заказ делается по QR-коду, соответственно. Заказывайте, пойдите, вам их приносят. И вот креветушки. Кусочки рыбы, конечно, очень маленькие, поэтому нам закажут больше. Вот такое мясо. Я начали думать, что жарится все на такой противне, на этом. Но, оказывается, все варится в ЧАНе. Поэтому все получается у нас вареное. Наверное, это минус. Заказали такой сыр. Давайте его оценим по вкусу. Кресном этот сыр чем-то похож на моцареллу. По вкусу 30. Давайте заценим сваренное мясо. Ну, это необычный вкус. Максимально нежная. В целом, неплохо. 80. Вот такая вот утка по-пекински. По каким-то соусам. Утка нежная, вкусная. 9 из 10. Мы сварили креветушки. Выглядят довольно аппетитно. Такие вот жирненькие. Давайте заценим их по вкусу. Заведение мало людей. Что, наверное, плюс. Ну и сейчас, будний день, обед. Просто и вкусно. 9 из 10. Картошечка фри. С соусом. Картошка самовкусная, но без соли. 8 из 10. Волду уходят вот такие вот шашлычки. Этот с говядиной. Со специями перебор. Плюс кустышком жирный. 2 из 10. И такой куриный. Просто ядреный. Тоже 2 из 10. Такой вот рыбик полуфабрикат. Заинтересовал чисто своей формой. На вкус, например, что-то соевое. Не сильно имеет яркий вкус. Чистый вкус бульона. 2 из 10. Следом попробовал такие вот грибочки. Грибочки сливочные, вкусные. 9 из 10. Следом попробуем лосось. На картинке, конечно, он был заметно привлекательный. Но давайте его заценим по вкусу. Неплохо, вкусный лосось. 8 из 10. Вот это мясцо. Идет следом вариться в чар. Давайте снимем это мясцо второго вида. Не сильно аппетитное. Но имеет приятный вкус. И очень нежное. 9 из 10. Последний третий вид говядины. Такой вот максимально красный. Сейчас его заценим по вкусу. Вот так он выглядит. Уже в приготовленном виде данный кусок говядины. Давайте его заценим по вкусу. Отличается по вкусу от предыдущих говядины, что мы ели. Более такой тяжелый, насыщенный вкус. Объемный. Но, наверное, то с тольцом попроще как-то. Ну а так тоже неплохо 7 из 10. Принесли нам заветный такой сундучок. Я заказал паровую булочку. Говядина. Выглядит довольно смешно. Что целый, используя такой поддос для булочки. Максимально горячая, все свежая. Также, когда у вас жидкость заканчивается, вы можете попросить подлить. Что я считаю это хорошо. Потому что в некоторых заведениях в Таиланде, если жидкость заканчивается, то все. Типа вы уже все, закончили. Трапезу. Булочка немножко подостыла. Давайте ее заценим по вкусу. Вот так вот выглядит паровая булочка. Внутри небольшой кусочек говядины. Немножко соуса. Булочка нежная. Говядина не очень вкусная, используется в этой булочке. Конечно, то, что мы жарим, заметно вкуснее. 6 из 10. Вот такие вот грибочки. Простые, нежные. 9 из 10. Тебе внимание, какой шашлык подают в данное заведение. Он весь в перце. И чтобы хоть как-то его съесть и не оставить себя, не дайте на еду, я буду спасать его и пытаться в чайне хоть немножко проварить и удалить эти семена. Как вам такой гриб? Я лично такой гриб вижу впервые. Сейчас его сварю, попробую, поделюсь с вами с вами. Вот такие вот черные закрученные тоже грибы отправляются в чан. Вот так выглядит лотус. Попробую его в сыром виде. Похож больше на какой-то фрукт, нежели овощ. Или какой-то цветок. Что-то типа огурца с редькой. Сочный как огурец, а по вкусу более пресный, как редька. Попробую его сварить. Как вы думаете, что в этом чане или коробке? Думаете, что паровая булочка? Но нет. И тут подача вот такого вот бекончика, как видно уже приготовленного. На самом деле, они сильно напоминают бекон. Больше какую-то ветчину с грибочками, которую ранее мы уже попробовали. Клобаса имеет неприятный аромат, как будто самая дешевая колбаса. По вкусу 2,10. Давайте заценим вот этот необычный гриб. По консистенции, как гриб, хоть и не выглядит так. Имеет приятную стрелку, потому что мы его сварили в чане со стрелькой. А так, думаю, было бы пресновато, если бы его не сварить за сырой виде. Следующий у нас гриб вот такой черный. Имеет более плотную текстуру. Оба совершенно не похожи по вкусу. Необычный вкус ни на что не похожий. 9 из 10. Лотус в сваренном виде. Что-то непонятное. Что-то типа, не знаю, что-то между картошкой и огурцом. По сочности. Песновато вкус. 3 из 10. В качестве десерта можно взять арбузик. Хороший, сладкий. 10 из 10. Десерт можно взять в мороженое. Подается в таких вот маленьких баночках. Я взял лаймовое, клубничное и шоколадное. Вот у нас на десерт лаймовое мороженое. Яркий вкус лайма. В сочетании со сливочной ноткой ванили. Просто и вкусно. 9 из 10. Мороженое, которое вы можете заказать здесь. Клубничное. Как будто есть такую конфету. Знаете, раньше была такая конфета сосательная. Кремовая с клубникой. Вот у ровно такой же вкус, как у конфеты. Сливочная клубника, я бы сказал. 10 из 10. Потом также заведен такой топик клубничный. Стабильная десятка. И заканчивают нашу серию проб мороженого в данном заведении. Шоколадное. Яркий вкус шоколада. Просто и вкусно. 8 из 10. Подведем итоги по заведениям. Мандарин. В целом, буфет неплохой. Понравился вкус мяса. Но кроме мяса, выбор, конечно, здесь слабый. Если хотите поесть морепродукты, то рассмотрите, наверное, либо Хару, либо Цунави. Но кто хочет поесть хорошее мясо в Фаттайе, это отличный вариант. По фотографиям, не все блюда соответствуют реалиям в их меню. Те же мидия и рыба совершенно не соответствуют как меню. Обслуживание довольно быстрое. Чисто в заведении, прохладно. Вам дается полтора часа, безлимитно. Также напитки безлимитные. Отдельная паста за 29 бат. Моя оценка за заведение 8 из 10. Пишите в комментариях, как вам такой буфет. Всем пока.